У меня получится замечательный рекламный агент, объясняющий, что мой продукт не надо покупать. Я сейчас объясню, что все это произойдет. На самом деле, без формулы Эйдена, эта теорема доказывается, как ни странно, легче. Классическое решение, что называется, во всех книжках, как по логе, оно есть. А вот выяснилось, что есть и более, более простое решение. Это выяснилось в тот момент, когда в теории графов вместо раскрасок стали интересоваться списочными раскрасками. Объясняйте. Вот что такое задача раскрасок. Есть у вас несколько тюбинговых раскрасок. Вы ходите по графу и грязь. А вот списочная задача такая. В каждой вершине есть своя палитра. Представьте себе, вы пришли в одну вершину. Там вам предлагают зеленый, красный и черный цвет. Вашли в другую, вам предлагают серый, фиолетовый, красный цвет. То есть палитры, пожалуйста, могут пересекаться. Но в каждой вершине, в принципе, есть некоторый свой список красок. Случайно, может быть, краска такая же, как в какой-то другом вершине. А может быть, нет. В какой-то какие-то краски такие же. Так вот, оказывается, терминально теорема о списочном раскрашивании плоского графа. Если есть планарный граф, в каждой вершине которого зафиксировано пятиэлементное множество, то можно выбрать по одному элементу из каждого этого множества так, чтобы в соседних парягу обязательно были выбраны разные элементы. Поняли, о чем это было? Да? Чем отличается тысячное раскрашивание? Тем, что в каждой вершине свой набор красок, а не выводите с одной и той же баночки, или с нескольких баночек. В каждой вершине краски хранятся, потому что у нас его помню, ребята, доказательства, которые он только что рассказал, абсолютно непонятно, как рассказывал я с косичного. Потому что я очень сильно пользовался тем, что первый цвет, он везде первый цвет, второй цвет, везде второй, да? То есть я все время пользовался тем, что краски, что они не те же везде. А вот оказывается, что можно доказать, без всякой формулы, можно доказать такую теорету. Если да, квадратная графка в каждой вершине, только, ребята, если я буду так доказывать, то что не получится. Мне ее нужно доказывать по индукции. Я не встойно доказать про пять цветов, если буду доказывать прямо так, как он сказал. Почему? Потому что, ну, как я какую-нибудь вершину убрал, там, все поломал. Оказывается, надо делать так. Во-первых, когда мне дали любой планарный граф, я могу его превратить в граф, в котором грани только одни треугольники. Согласны? Это можно? Просто вот мне дали какой-нибудь такой граф, ну и замечай, я возьму, проведу еще, проведу еще. А если там было что-то такое странное, ну, там внутри надо было провести. И речь на графе, поэтому не обязательно, что это прямые отрезки. Вот, главное, все грани превратил в треугольники. Правда, я после этого буду кое-что подкрашивать, поэтому на самом деле мне сейчас нужна такая конструкция. Значит, ребята, представьте себе, что у вас есть необязательно треугольник. Так, давайте напишем. Многоугольник. Многоугольник. У которого здесь есть вершин. Он весь разрезан на треугольники. То есть вот это вот абсолютно жестко должно быть так. То есть граф разрезан на треугольники, то есть строго. С этим абсолютно строго. В каждой внутренней вершине должно быть пять цветов. То есть там стоят пять тюбиков, там стоят пять паночек с краской. Пять цветов. На границе должно быть по три тюбика. В каждой точке. И, внимание, еще должны быть уже как-то покрашены две вершины этого многоугольника. Есть многоугольник, в каждой вершине которого у нас три варианта, да? Три цвета. В каждой внутренней точке предусмотрено пять вариантов. И две вершины уже покрашены.